Давайте подеремся на микрофонах. Эй, 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 татушку здесь, это маленькая локомотивка. У меня тоже есть, но я не буду показывать. Просто нужно любить свою работу, любить свой клуб, и все будет получаться. Еще погода прекрасная сегодня, конечно. Я так бежала к тебе, а ты меня так обломал. Я сейчас наговорю, такого меня точно уволят. А можете, пожалуйста, на карточке расписаться? Только стой, 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 у меня другая. Хотите, я вас сфотографирую? Есть какие-то любимые игроки у тебя? Да. Шестой. Как я удачно заскочила. Только локо, только победа. Добрый день, друзья. Мы с вами находимся на РЖД-арене, где я, Ирина Подшибякина, попробую сегодня себя в роли ведущей. Что происходит в зонах, недоступных для болельщиков? Какое настроение приносит ребят на студенческий сектор? Как проводят время ветераны? И что происходит в Дикторской во время матча? Все это и многое другое попробую показать вам в сегодняшнем выпуске. 18 марта. Матч Локомотив-Краснодар. Матч Локомотив-Краснодар. Человеку с рацией, которая тут за многое отвечает. Аслан, здравствуй. Прямо сейчас, да? Я заберу тебя несколько минут. А можно чуть попозже? Конечно, а мы посмотрим. 5-10 минут. Окей. Я так бежала к тебе, а ты меня так обломал. Да, давай всех, я хочу проверить, чтобы там написание правильное было. Я сразу отмечу, что я выходила на это поле, и вот честно считаю его одним из лучших вообще в стране. Спорить не буду. И как это удается? Да просто нужно любить свою работу, любить свой клуб, и все будет получаться. Мои колени здесь счастливы. Отлично. А сейчас будет маленькая шалость. Надеюсь, меня за это не уволят. Поле идеальное. Завидую парням сегодня. Там-то женская команда будет. Мы проверяем написание футболистов, имя, фамилия, номер, чтобы все было верно. Расскажи быстро, что самое непредсказуемое может случиться. У многих команд периодически происходит сбой с табло. И на табло выводится не то, что нужно. Программка нас подвела, она с ума взяла что-то другое. Программку нельзя уволить. Программку мы подлечили, мы подправили, обновили. И на последних матчах у нас таких проблем нет. И надеюсь, что больше такого не будет. Это мы сейчас находимся на экскурсии, которую проводит Гуренко. Нет, Циги, помню, нанес травму. Я поменялся. И потом как-то они со стандарта. Ну, хорошие голы забили. Но без Гуренко все развалилось. Нет, 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 это течение обстоятельств. Хотите, я вас сфотографирую? Давайте. Здравствуйте. Ооо, какая звезда. Это сняли? Это сняли? Меня узнали. Так, горизонтально, вертикально, пожелание. Проверьте, пожалуйста. Ребенок, получается, по вашим столам пошел? Да. Это вы его приучили? Да, я его приучил. А почему такая любовь к локомотивам? Так я сам железнодорожник. Серьезно? Да, 30 лет на железной дороге работаю. О, ничего себе, это наши люди. Да, на соборчик ремонтик вагонов. Как я удачно заскочила. Давайте подъявляемся на микрофонах. Эй, 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 эй. Татушку здесь, это маленькая локомотив. У меня тоже есть, но я не буду показывать. Там же? Там же. Когда Камеди появился? С 2003 года. Это я не знаю. Это Камеди. Я 20 лет болезн в локомотив, прикинь? А, 20 лет, прикиньте. Только локот, только победа. Да простите меня, вон. Сейчас мы стоим за автографом. Максима не нахуй. Здравствуйте. Как делишки? Отлично. А можете, пожалуйста, на карточке расписаться? Только стой, стой, стой. У меня другая. Ага. Это он так считает. Вот, а здесь, видимо, фотографии легенд у нас висят. Здравствуйте. Здравствуйте. Найдет минуска? Единственный вопрос. Как вам настроить? Настрой боевой всегда. Самое главное. Самое главное. Оля! А сейчас за моей спиной находится святая святых. Дикторская. Я диктор основного стадиона, РЖД-арена. Захожу иногда и на Сапсан. Сегодня с утра мы начали с девочек. Да. Какой счет? Расскажите. Победу со счетом 3-0 одержал женский футбольный клуб «Локомотив» Москва. Прекрасно. Как вообще происходит здесь все? Ну, на самом деле, достаточно просто. Уже минут за 45 поднимаюсь в дикторскую наверх. Потом немножко справляюсь с одышкой, потому что, я думаю, вы сами заметили уже. Лестницы суровые, да. Есть нюансы в том плане, что, особенно когда касается команды гостей, иногда у ребят есть очень сложные имена. Пятерные, четверные, не знаю. И здесь мы совместно со специалистами прислужбы команды гостей всегда вымеряем, все проверяем, чтобы не было ошибок в ударениях, потому что мы уважаем команду гостей. А какая, кстати, самая сложная команда в плане произношения была? Ну, потому что вот есть команда, у которых много игроков с такими фамилиями, сложноватыми как раз. Ну, как правило, чем команда ниже в таблице, тем там сложнее фамилия. Я не знаю, как это работает, но это правда работает. Плюс иногда на матче, кстати, девочек есть нюанс с протоколами. Они не распечатаны, а написаны от руки. Мы рады приветствовать вас на РЖД-арене на матче 20-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Меня зовут Слава. Это было очень круто. Я еще видела, как тебе Дима Баринов сначала пожал руку и Артем Дзюба, да? Эмоции, они всегда определяют жизнь. И это всегда радует, когда есть положительные эмоции. Я вот за локомотив болею 20 лет. И вот такие эмоции, они сохраняются на всю жизнь. Локомотив активно развивает отношения со студентами и многими вузами. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы на стадионе Черкизова. Сегодня я, Чепков Дмитрий, студент РГГУ. Поспрашиваю своего незнакомого друга, как ему здесь. Здравствуйте, Никита! Здравствуйте! Пожалуйста, оцените обстановку на стадионе. Обстановка отличная. Локомотив должен выиграть. А мы с Ириной продолжаем. Ну, я, конечно, учебу и дальше продолжайте. Ага, спасибо. Учеба, работа, но в целом пытаюсь ходить. Но наши студенты постоянно ходят на матчи. Секунду. Опасный момент. Это Комано? Не, не забьют. Забьют обязательно. У нас есть партнерство, согласно студенческому сектору, где мы находимся. Поэтому наши ребята активно часто посещают данные матчи. Как я обычно говорю, добрый вечер, уважаемые любители футбола. Меня зовут Миша Ведяков. И еще один ведущий. Нас один уже отвел. Локо, только победа! И большое спасибо Локомотиву за то, что он поддерживает наши инициативы. И за счет этого число болельщиков в нашем ВУЗе очень возрастает. Расскажи мне, пожалуйста, подходили ли к тебе воспитанники? Брали автоберфа? Нет, просто фоткались. Недавно побывали вот в Казани, поучаствовали в турнире. Ни одного матча не проиграли. А сейчас мы ведем очень серьезную подготовку к UFL. И будем стремиться занять высшие призовые места. Давайте раз, два, три. Только Локо, только победа! Что можно сделать, как можно нашим парням помочь сейчас? Что бы вы пожелали им? Помочь можно только, наверное, опять же, поддержкой. Приходить на стадион, болеть, переживать. А больше ты им ничего не поможешь. Они сами должны своей игрой возвращать болельщика, возвращать уверенность. И радовать, отдавать свои эмоции, отдавать частичку себя людям, которые пришли за тебя болеть и переживать. Спасибо вам большое. И я росла на вашей игре. И очень давно болею за Локомотив. Так что спасибо вам большое. Такие симпатичные девушки, росли на моей игре. Причем и футболистки, да, говорят? Да, я футболистка. Бежим, посмотрим, посмотрим. Мы здесь успеем посмотреть. Мы успеем только на телеке. Переломили ход матча, понимаешь? Красная и не у Локомотива. Парни, расскажите, как вам игра, как вам матч? Мы не знаем, что тренер с игроками в перерыве сделал. Это было супер вообще. Ну вообще, когда нам забили два гола, мне многие друзья писали, что типа все, Краснодара выиграл. Потом я им говорю нет. В итоге забьет Дзилба, как в 2018-м было, когда Месси забил Реал Мадриду третий гол при счете 2-2 на последних минутах. И в итоге так же и случилось, когда Дзилба забил, конечно, головой. Ну вот, я им сейчас спешу, они говорят, Дзюбит этот мастер. Я считаю, что Пеняев был лучшим игроком. Но он же не забил. Ну, я знаю, это несправедливо, да. То, что типа только из-за гола выбирает, но Пеняев всю игру делал. Есть какие-то любимые игроки у тебя? Да, шестой номер. Который сегодня получил лучшего игрока? Да. Получается Дима в варе, да? Да. Дима, у тебя болельщик, смотри, какая милая, сердечки на щечках рисует. Привет. Можешь сердечкам как раз тоже показать. Да. Комплекс сегодня сделал на связь с Локомотивом, получается. Ничего, ты чего, ты чего не стесняйся, все хорошо. Прикос за 15 минут. Ну да, перевернулись в ход встречи. А есть у тебя любимый игрок какой-то в Локомотиве? Дзюба. Вот и подошел к концу мой первый рабочий день в роли ведущей Локо ТВ. Честно, выдался он очень тяжелым. Болельщики просто кайфуют от того, что Локомотив сегодня все-таки выиграл, вырвал эту победу во втором тайме. Пишите в комментариях, что вам понравилось, не понравилось в этом выпуске, понравилась ли я вам в роли ведущей. Ждем любой обратной связи. Ждем вас на стадионе. Пока-пока. Дичь в камеру, это я умею. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА